О последней ситуации с пандемией поговорим с заводделом Центра общественного здравоохранения при Минздраве Азербайджана Инарой Макаевой. Здравствуйте, Инар Ханам. Здравствуйте. Инар Ханам, вот в последние дни в Азербайджане наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом, хотя и вчера был суточный спад числа зараженности. Вот как, по-вашему, что могло бы влиять на рост заболеваемости и насколько вероятно ужесточение карантинных ограничений в Азербайджане? Ну, в нашей стране все делается вот как необходимо делать в данной ситуации. Всплеск, я думаю, связан был с тем, что все-таки люди немножко поустали, немножко начинают забывать, что нужно держать дистанцию, нужно мыть руки вовремя, не нужно собираться в общественных местах в большом количестве. Это все очень играет роль. Но, как сказать, у нас идет вакцинация очень хорошими темпами. То есть, если у нас зараженных сейчас более 200 тысяч, то провакцинированных уже более 400 тысяч. Это очень-очень хороший показатель, по крайней мере, на данный момент. Конечно, было бы хорошо, чтобы было бы еще больше провакцинированных, но на всей территории Азербайджана это идет. Это небольшие всплески, которые вы видите, цифровые. Конечно, они будут этот год нас сопровождать, потому что, естественно, сразу избавиться от этого вируса невозможно. Но если мы все вместе соберемся еще раз, будем содержать все правила, соблюдать все правила карантинного режима и плюс вакцинироваться вовремя, правильно, и первую дозу, и вторую дозу, я думаю, что наша страна тоже справится со всей пандемией. Впереди праздники. Я понимаю, что все хотят, может быть, поехать в районы, собраться с семьями, как это было раньше. Может быть, ходить по гостям, ходить в какие-то общественные места, где много людей. Но желательно, если все меры профилактики будут соблюдаться, в первую очередь это ношение масок, обязательно мыть ее рук, держать дистанцию и вакцинироваться. Кстати, у нас все центры вакцинации на время праздников, то есть с 20 числа по 27 будут открыты за исключением воскресенья, это 21 числа. Будут открыты, пожалуйста, у кого первая доза, у кого вторые дозы, чтобы они не думали, что праздники делать не будем или еще как-то. Все открыто, пожалуйста, мы всех ждем, желательно, если все люди у нас сейчас провакцинируются. Особенно, вот вы знаете, мы взялись за 65 плюс и 50 плюс, идет вакцинация. Наши пожилые люди очень хорошо приветствуют это. В принципе, от этой вакцины нету никакой особых побочных явлений. Поэтому она очень хорошо переносится и пожилыми людьми, и молодыми людьми. Поэтому, пожалуйста, мы всех приглашаем. Инар Аханом, а мы можем ли называть вот эту тенденцию, которая, так скажем, увеличивается количество инфицированных, что это связано с сезонной заболеваемостью? Естественно, у нас, естественно, бывают сезонные заболевания весной и осенью. Это тоже действительно это так. Вы видите, у нас погода немножечко не радует пока нас. То холодно, то чуть-чуть потеплее, то ветры. Естественно, простужаются. Естественно, в этот момент могут повышаться и обычные вирусы, и вирусы гриппа. И, естественно, коронавирус тоже в этот момент может усилиться. Поэтому вот мы и просим побольше оставаться дома, если нет необходимости не выходить, соблюдать дистанцию, держать, мыть руки, носить маски. Естественно, вот как вы уже отметили, в целом число вакцинированных достигло, так точно скажем, 460 тысяч человек. Накануне как раз-таки в Азербайджане от ковида вакцинировано более 10 тысяч человек. И, конечно же, этот процесс продолжается, мы знаем. Но, несмотря на это, некоторые ученые говорят о необходимости выработки коллективного иммунитета для того, чтобы предотвратить, для того, чтобы, скорее всего, победить пандемию. Вот как, по-вашему, удастся ли, вот когда удастся, скорее всего, этого достичь? То есть в какой временной период? Вы знаете как, временной период я не буду говорить, потому что мы будем продолжать, если мы будем продолжать, соблюдать все правила карантина, и плюс мы будем вакцинироваться, Я надеюсь, если вот мы начали очень хорошими темпами, если это так все будет продолжаться, я думаю, что в течение этого периода времени, то есть в течение этого года, как и во всех странах, я надеюсь, что мы победим эту вирусную инфекцию, или мы будем надеяться, что она пойдет на спад окончательно. Поэтому временные рамки давайте не будем устанавливать, это немножечко сложный вопрос, но если мы будем все вакцинироваться, я думаю, добьемся очень больших успехов. Спасибо вам большое. Отмечу, что, дорогие зрители, о последней ситуации с пандемией коронавируса мы говорили заводделом Центра общественного здравоохранения при Минздраве Азербайджана Инарой Макаевой.